В Ненецком округе прошла межрегиональная славянская ассамблея. Дети с разных уголков России показывали свои умения в декоративно-прикладном искусстве и раскрывали свои таланты на сцене Дворца культуры Арктика. О завершающем дне ассамблеи расскажем в следующем материале. Перед началом церемонии закрытия дети могли поучаствовать в различных мастер-классах. Особой популярностью пользовались роспись пряников и резьба по кости. Здесь проходит мастер-класс резьбы порога и кости. Понятно, мы самые примитивные уже нарезали специальные заготовочки и дети просто шкурят и потом уже сам Константин делает им дырочки на бормашине, потому что заниматься набором машине можно с 14 лет только. Межрегиональная фольклорная ассамблея проходит раз в два года. В 2021 году мероприятие стало по счету седьмым. Тематика каждый раз отличается, но она всегда связана с фольклором. Вот в этом году мы посвящаем ее детскому творчеству, детскому фольклору. И поэтому пригласили детские коллективы на нашу ассамблею. Приехали к нам гости из Москвы, из Череповца, из Великого Новгорода. Наши сельские коллективы участвуют. Из Неси, из Виски, из Тельвиски, города Наринмара. То есть все детские коллективы показывают свое мастерство. Песни, пляски, художественное слово, гармонь и многое другое. Но перед выходом на сцену нужно подготовиться, чтобы зрители во всей красе увидели, что такое фольклор. Помимо известного в округе и за его пределами коллектива Травушки, на сцене выступали коллективы и из других регионов. Например, свое мастерство показывали ребята из образцового семейного клуба «Основа» из Череповца. Мы приехали показать здесь свои традиции. Наши руководители показывали мастер-класс по пляске, показывали. Сейчас я показывала мастер-класс по мышцам. Мы показывали свои традиции, смотрим традиции других народов. Мы пляшем, и поем, и играем на гармошках, вышиваем. Сказки, доклады – это все мы делаем. На ассамблее также были ребята из Великого Новгорода. По словам Александры из фольклорного театра «Кудеса», она занимается народным творчеством, потому что это история, а ее нужно сохранять. Коллектив – частый гость на таких мероприятиях. Россия – большая страна с множеством народных традиций. Ой, слушайте, мы ездим почти каждый месяц. Открывали чемпионат мира по футболу, часто выступаем на очень известных сценах. Нашему коллективу уже 40 лет. Очень нравится видеть другие коллективы, узнавать что-то новое, ну и, конечно же, показывать себя и свою культуру. Фольклор – это проявление духовной культуры народа, его традиции и истории, которые вплетаются в песни и сказки, знакомые с детства. А чтобы следующее поколение знали о том, как и чем жили их предки, нужны люди, которые бы показали, что фольклор – это не только история, это еще и интересно, и познавательно, и красиво.